Для любителей футбола влезется очень важное событие. В 2018 году в Уральской столице пройдет чемпионат мира по футболу. В Артемовском городском округе также очень много любителей этого спорта. Возможно, артемовцы решат посетить Екатеринбург, чтобы поддержать и поболеть за любимую команду. Так стало известно, что Екатеринбург достоин принять не только отборочные игры, но и одну восьмую финала чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом заявил министр спорта России Виталий Мулько в ходе своего визита в Екатеринбург. Федеральный чиновник прибыл на Средний Урал, чтобы лично оценить ход подготовки региона к проведению чемпионата мира по футболу. Вот сейчас мы концепцию не меняем, мы продолжаем работать. И, собственно, я вот лично вам скажу, Екатеринбург может спать спокойно, в хорошем смысле, и болельщики. И если вы здесь поддерживаете этот проект, ну как мы можем? Город абсолютно практически готов. Ну как мы можем? Вот я был в Бразилии, вы многие, может быть, снимали, видели, какие города там были разные. Ну это город абсолютно готов. Это город со своим центром, со своей культурой, со своими возможностями. Здесь, конечно, будет своей логистикой, своей пропускной способностью аэропорта. До сколько у вас? 28 компаний европейских, мировых сюда летают. За 20, в общем, компаний. Значит, здесь я не вижу каких-то больших проблем. Город, который, в общем-то, претендовал на Экспо. Мы хотели бы, чтобы здесь был чемпионат, и мы его здесь проведем. В столице Урала Виталий Мутко побывал на центральном стадионе и провел совещание по исполнению программы подготовки Екатеринбурга к чемпионату мира. Губернатор Евгений Куевшев рассказал, что в данный момент завершены проектные и изыскательные работы по модернизации центрального стадиона. Местительность арены будет увеличена до 46,5 тысяч зрительных мест, а территория стадиона составит 11 гектаров, что полностью соответствует требованиям ФИФА. Мы достаточно большой уже путь проделали. Было непросто провести работу для того, чтобы всю нашу предпроектную и проектную документацию привести со всеми требованиями ФИФА. Такая работа проведена. Виталий Леонидович сказал, что 10 июля мы сдали документацию, экспертизу. Это огромный труд. И, безусловно, подтверждение того, мы этим трудом заслужили тех самых матчей, которые будут здесь происходить. Мы синхронизировали всю работу подрядных организаций, заказчиков, городских служб, логистику. Сегодня этот документ имеется. Имеются, безусловно, еще и вопросы. Но это вопросы технического характера. Ни у кого не должно быть сомнений, что мы вдруг не успеем. Мы все сделаем, все успеем. Евгений Куевыш также рассказал, что сейчас подобраны места для размещения спортсменов и болельщиков. Виталий Мойтко отметил, что в настоящий момент с вернулскими властями и службами, ответственным за проект, очень важно точно следовать намеченному плану подготовки к чемпионату и успевать выполнить все работы в срок. Мне надо отметить, что, конечно, при всем уважении к истории и культуре, значит, этот стадион не соответствует требованиям ФИФА. И, естественно, конечно, ну, просто вы видите, просто стадион, в котором имеются площади, где есть скамейки и практически нет незонгостеприимства, если он не отвечает требованиям ФИФА. И сегодня, если вот это ключевой вопрос в проведении чемпионата мира, и сегодня мы заслушали ход проектирования стадиона. 10 числа стадион завершен проектированием, сдан в экспертизу. Значит, мы практически за 60 дней должны получить заключение экспертизы. Параллельно он отправлен на рассмотрение независимой экспертизы, которая сейчас, мы, такой независимый финансовый ценовой ауди. Это вся работа сейчас ведется. Глава Минспорта посетил спорткомплекс «Уралмаш», где сегодня успешно работает открытый футбольный манеж. Полным ходом здесь идет реконструкция открытого футбольного поля, которое станет главной тренировочной площадкой для футбольной команды «Урал» на время реконструкции центрального стадиона. Губернатор также сообщил, что строительство стадиона «Уралмаш» должно быть завершено в 2015 году в финансировании из федерального и областного бюджетов. Кроме того, Виталий Мутков выразил готовность содействовать в дальнейшем финансировании строительства легкоатлетического стадиона на базе спортивного комплекса «Калининец». Проектирование идет всех трех стадионов. Это то наследие, которое останется и на стадионе спортивного комплекса «Урал», и «Уралмаш», который принято решение реконструировать и привести его в порядок. Давно второй стадион такой будет у вас, и мы решили. И стадион, который нам предложили еще один «Уралмаш» в «Калининец», мы приняли решение в связи с тем, что мы очень любим легкую атлетику, и чтобы она не страдала в городе, я сегодня и предложил, что мы этот стадион немножко увеличим и по мощности, и дорожки уложим, и, может быть, трибуны до 5-7 тысяч мест там можем сделать, чтобы появился центр легкой атлетики. И даже, чтобы компенсировать еще для легкой атлетики Свердловской области, мы готовы поддержать строительство здесь легкой атлетического манежа. Чтобы это был центр легкой атлетики, чтобы мы не испытывали давление и критику со стороны легкой атлетов. В ходе визита на «Уралмаш» Виталий Мутко посмотрел тренировку детских команд футбольного клуба «Урал». Министр пожелал юным спортсменам успехов.